Спасибо большое Сабине Хэнсген, которая мне дала массу идей, о чем говорить с Георгием Миттем, и у которой на сайте я взяла рецензии на ваши издания, какие-то отклики, сами тексты, сами публикации. И спасибо большое Георгу Витте за возможность этого разговора, за это видео, и за возможность спросить, собственно, как вы его делали, как познакомились, как оно было принято в Германии. Я правильно понимаю, что это 1984 год, да? Или я опять все перепутала? Добрый день. Добрый день. Спасибо за приглашение. Я рад участвовать. 1984 год, мы записали это в 1984 и 1985 году. Вот эту запись, если я правильно помню, или в самом конце 1984, или в начале 1985, это я уж точно не забыл. Потому что мы были первый раз в Москве в 1982-1983 году, где мы познакомились с этим кругом, московских концептуалистов, а еще без видеокамеры. И у нас только был звуковой аппарат, но тогда вот эти тогдашние еще машины, это все было записано на магнитофонных кассетках. А уже второй раз, в 1984-1985 году, мы уже были с видеокамерой. Но я должен сказать, все, что касается видеозаписи, вот эту часть нашей, так сказать, деятельности, это, скорее всего, Сабинина дело. Она главный у нас режиссер, и она тогда достала эту видеокамеру и так далее, и так далее. Как вообще возникла эта идея записывать? Потому что первая ваша книга, как я понимаю, в 1984 году вышла «Дворец культуры» по-немецки. Правильно. Новая московская поэзия и искусство акционизма, как правильно перевести на русский. Вот как вы, и если я правильно понимаю, к книге была приложена именно кассета, да? Да, была приложена кассета, и было уже приложено в это наше первое издание «Культура пола». Были даже тоже приложены карточки Рубинштейна. Там было такое, да-да-да, это первое вообще, так сказать, издание на немецком форме карточках как раз было в этом проекте «Культура пола». Да, предраматические предположения, да? Да, да-да-да-да-да. Да, ну тут сказано, что эти записи возникли весной 83-го года в Москве. Аудио, аудио. Да, аудиозаписи. Да-да, они возникли раньше, да. Они возникли во время нашего первого присутствования в Москве, да-да. Да, вот можно я спрошу, как это так получилось, да, как вы приехали в Москву вообще, с какими целями и задачами, и как так получилось, что вы решили вот этим именно и заниматься, записывать, да? Хорошо. И были ли какие-то договоренности с поэтами, чего не хотели, чего не хотели? Ну, скажем так, когда мы начали с Сабиной вместе вот этот проект документирования и записывания вот этой среды, мы в самом начале об этом еще не думали и даже не знали. Вы приехали не для этого. У нас были, мы были студенты в Бохомском университете, у нас был замечательный этот проект присутствовал здесь, как я вижу, Карла Айма Махера о социокультурном норме в СССР. Мы там участвовали, в этом проекте. Тогда еще не работали о концептуализме. Сабина работала о советском кино, я работал, сначала у меня была работа о деревенской прозе, потом я уже подготовился к диссертации, именно во время этого проекта, упомянутого. Я писал работу о новой советской прозе и о разных манерах повествования в современной советской прозе. Скажем, от Сальженицына до Сорокина, тогда еще неизвестного, Владимира Сорокина. Вот с этими, так сказать, агентами мы поехали в Москву, а там уже познакомились. У нас были адреса... Георг, а почему вы поехали в Москву, а не в Ленинград, где андеграунд, конечно, гораздо лучше? Почему лучше? Будет другое. Гройс уже, конечно, объяснил, что и в Москве тоже есть неплохой андеграунд к этому моменту. Я понимаю, но тем не менее, в Ленинграде он, конечно, еще андеграунднее. Это особый разговор, как отличались андеграунды в Москве. Об этом можно говорить, но это долгий... Но это был сознательный выбор или это был не выбор? Нет, почему? Нет, конечно, нет. Мы не выбрали Москву, потому что там более интересный андеграунд. Конечно, нет, тогда нет. Я считаю, но это не важно. Нет, мы выбрали Москву... Вы имели право ездить в Ленинград? Потому что были стипендии, ДАД... А вы имели право ездить или нет? Да, имели право ездить. Да, 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 конечно, да, 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 да. Я даже тогда был один раз в Ленинграде, еще в Ленинграде. Да, да, познакомиться с некоторыми... Поэтому, но все-таки я все... Я более тесно буду связан с московскими... Московскими кружками. Потом уже, ну, это уже, ну, сейчас, ну, там, уже после моей работы в свободном университете, я уже в 2019... Три года, да. В Питере, да. Там работают, но это уже совсем другое. Другая... Да, да, да. Понятно. Да, да, да. Так, ну, сейчас... А как мы познакомились, вы спросили, да. У нас были... У нас были контакты через наших учителей, Карла, Ханса Гюнтера, который тоже тогда еще работал в Бохуме, а потом уже переехал в Билефельд. У нас были адреса художника, как Сидур, Вадим Сидур, Эдуард Штейнберг, Владимир Янкилевский. Это были наши первые знакомства. А мы там регулярно бывали. И все-таки поняли, что... Вот это очень интересно, но это не совсем... Мы тоже хотели, конечно, какое-то раскроить новое для нас. И мы просто поняли, что есть... Ну, другие художники, может быть, тоже... Это вопрос поколения, ну, нашего поколения. И мы вот... Да, вовременно познакомились с этими художниками. Я помню, что вообще первый контакт, вообще первый контакт с этой средой возник благодаря совету как раз Эдуарда Штейнберга, который нам как-то рассказал. Вот там есть такие молодые художники. Он даже немножко пренебрежно сказал. Есть такие молодые художники, там, делают такие выставки, апт-арт, то есть апартмент-арт. Может быть, это вам интересно. И мы туда шли. И там познакомились. Наши первые знакомства были с более молодыми... Ну, тогда еще очень молодыми художниками. Типа, там, Вадим Захаров, Юрий Альберт, группы Мухомор и так далее. А через них мы уже познакомились, ну, там, с Андреем Монастерским. Через него познакомились с поэтами, с Евгением Красовым и так далее, и так далее. Это было как шнебал, понимаете, как... Смежный кум. Да, точно, точно, да, 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 да. А как возникло... Вообще, как долго вы там были? То есть вы уезжали, возвращались? Ну, я... Первые два раза. Это были каждый раз почти целый год. Там 10 и один раз 10 месяцев, один раз 11 месяцев. Первый раз 82 и 3 год. Потом вернулись с Бухом, а через год еще, еще раз туда, 84 и 5 год. Это были, так сказать, главные такие периоды. А, конечно, с тех пор мы регулярно бывали. Конечно, бывали в Москве. Да. Но уже не на такие долгие сроки. Вот как возникла идея вот этих двух изданий, да, вот этого Дворца культуры и вот этого издания, вот видео, с которого мы сегодня начали, да, оно с диска, вот этого переиздания 21-го года, да, которое... Издание первый раз, это вышло в 85-м году. Правильно я понимаю? Не совсем. Значит, первое издание был, это Дворец культуры, Культура паласта, оно вышло в 84-м году. Да. Основано, основано... Нет, нет, Культура паласта. Да, да, да. Это было основано на аудио, ну, конечно, в наших переводах, самих текстах, там была книга, конечно, но мы поняли, что это недостаточно только документировать эти тексты, поскольку это была среда, которая жила в такой, ну, такой полютеатральной такой обстановке, где был перформанс, был очень важный момент, сам перформативный момент чтения, устного чтения, это были все очень важные моменты этой жизни. Мы поняли, что это надо документировать именно вот на аудиокассете, тогда еще только на аудиокассете. А потом, уже в 84-м и 85-м году у нас была видеокамера, и мы уже снимали на видео, и вот этот материал, ну, конечно, только фрагменты этого материала мы издали в 87-м году. На ВХС еще, это была еще совсем другая эпоха, ВХС-кассета. А вот это издание является, правда, еще один год позже, еще вышло более расширенное издание, ВХС-издание, это как раз было связано с проектом Кунстмузеум Берн, где состоялась большая выставка Кабакова. Это была первая вообще выставка, по-моему, концептуального искусства на Западе, а после этого была выставка в Кунстмузеум Берн и Хлебе и Хзея, по-моему, в 88-м году, о новом московском искусстве, скажем так, не только концептуальном искусстве. А в рамках этой выставки было показано этот расширенный видеоматериал, который мы издали в очень маленьком тираже для этой выставки. А это как раз является основой для этого оцифрованного переиздания, которое вы показали. Это наше последнее, это наше последнее пока издание, которое мы сделали. Юрк, мой вопрос такой, как эти записи были приняты, вообще, кто о них знал внутри Москвы, кроме тех, кто участвовал? Они как-то там распространялись, обсуждались, показывались, присутствовали люди на этих записях, то есть, каждый из этих записей это был только камера и поэт, или это был перформанс прямо там, в присутствии камеры. По-разному, по-разному. Во-первых, но это не специфично для нашего материала, наверное, это касается всего материала, который вышел на западе, который каким-то путем вернулся туда, как это там в андерградных кругах распространялось. Конечно, это распространялось, но, во-первых, это как раз суть этой культуры, там, так сказать, четко, так сказать, документирование и фиксирование пути, как это распространилось, их, конечно, нету, это все было неофициально. Ну, нет, если вдруг есть как-то... Чтобы дать вам один пример, когда мы издали Культура Паласта в 2004 году, мы уже с этим изданием очень гордыми тогда, конечно, вернулись в Москву на наш второй год, показали там, да, и, конечно, там были, ну, я помню, там, конечно, был вечер, даже два вечера, один вечер у монастырского, где собирались, там, не знаю, 20-30 человек, чтобы послушать эту запись, чтобы, конечно, конечно, это было, конечно, конечно, и сами художники, конечно, получили экземпляры, которые они потом еще передали своим знакомым и друзьям, и так далее, конечно, конечно, Ну, вот я смотрю, да, значит, вот этот вот дворец культуры, Всеволод Некрасов, Андрей Монастырский, Лев Рубинштейн, Придов, Дмитрий, тут написано, не знаю, везде в рецензиях Дмитрия, здесь именно Дмитрий, не знаю, Ди, да, Ди, да, то есть, несколько авторов именно из одного круга объединения, да, помните ли, как познакомились с Рубинштейном, как договаривались, что именно записывать? Да, я почти, но я более-менее точно вспоминаю, как отдельно я познакомился с разными поэтами, конечно, может быть, не со всеми, конечно, но, как я сказал, это был именно такой, знаете, мне вот этот вопрос можно даже немножко обобщать, да, потому что есть, мне кажется, что это не только касается вот этого круга, мне кажется, это почти закон развития внутренней эволюции художественных тенденций, художественных там обществ и так далее, от, не знаю, начиная там с времен романтизма или еще раньше. Есть такие периоды, когда такое общество, такой кружок, такая тенденция расцветает, когда это еще молодое такое явление, тогда это очень открыто, и мы как раз попали туда, как этот кружок очень расцветал, и там было все очень открыто, то, значит, в течение трех месяцев мы познакомились, я не знаю, с больше тридцатью людьми, потому что они познакомились, они были просто рады и горды познакомить нас с своими друзьями и так далее. Я сказал, это все началось с этой выставки Абд-Ад у молодых художников, которые нас тогда Варим Захаров взяли на собой к монастирскому и так далее. Монастирский позвонил, он встретился с уже покойным поэтом Игорем Хулиным, правда, он не был членом концептуализма, он принадлежит старшему поколению, к Ильяновскому кругу, он нас спросил, не хотите ли вы давайте придем вместе к нему, вот это был такой дух. после, когда любая художная тенденция, когда школа становится как раз уже школой, когда она уже, так сказать, становится известной, может быть, канонизируется, конечно, это более замкнуто, тогда, если сегодня вы поехали в Москву и встретились с уже более старыми художниками этого бывшего круга, они вряд ли вас познакомили с другими художниками. По-моему, это такой почти естественный знаком развития внутренней эволюции таких художественных миллионов, художественных средств. Так, и с Рубинштейном конкретно было так, с Рубинштейном там был один очень важный для тех пор совершенно необыкновенный вечер, вечер называется «Вечер молодой поэзии». Молодой поэзии по советскому, там были поэты, которым уже было 35 и даже 40 лет. Молодой поэзии. Это был такой полуофициальный вечер в Цедре и в Центральном доме работников культуры. Искусство. Искусство, искусство, извините. И в этом это был вечер, где представились две так сказать, ну, немножко конкурирующих поэтических группировки. Концептуалисты и так называемые метафористы или метаметафористы. Вела этот вечер, мой, мой, сейчас забыли, поэтесса, более такого уже немножко, так сказать, классического статуса, Ольга Сиракова. Она вела этот вечер. И, например, на этом вечере выступил Рубин Штейн, с которым я еще тогда не был знаком, я уже был знаком с Некрасовым, с монастерством, которые там выступили. А мы как раз после выступления Рубин Штейна прошли к нему и познакомились. Вот я смотрю сейчас на рецензии на первое ваше издание, Дворец культуры. Значит, здесь в частности, здесь перечисляются имена Всеволод Некрасов, Андрей Монастерский, Никита Алексеев, Дмитрий Прыгов, Наталья Балакова, Анатолий Жив... Да, сейчас, сейчас, да. Дальше. Некоторые имена спорадически появлялись в антологиях «Фрайхайт из Фрайхайт», «Свобода есть свобода», 75-й год, «Руси Шалюрик», 83-й, да, и в и в журналах «Акценты», третье издание, 82-й год. Вот можно сказать, можно спросить, что знает вот следящий за литературными процессами в России читатель в Германии, но это, видимо, очень специальный читатель, это, видимо, исследователь, да, что известно к тому моменту, когда вы публикуете вот эту книгу? Вот эти как раз эти два издания, «Фрайхайт» очень в издательстве «Архи», составлено замечательной австрийской переводчицей Лизл Уйвери, и как раз такой был один номер журнала «Акценты» «Акценты» 82-й 82-й год. Если я не ошибаюсь, может быть, это были, по-моему, единственные тогда немецкой публике известные материалы именно касались концептуальной, хотя это у Лизы Уйвери не только, там скорее всего были такие поэты, как Сапгир, Сатуновский, молодой еще тогда Эдуард Лимонов, но они не были концептуалистами, но они, по-моему, если я правильно вспоминаю, Лизу Уйвери их, так сказать, назвала поэтами-конкретистами, может быть, я ошибаюсь, но которые немножко были похожи к немецкой или к немецкоязычной конкретной поэзии. В «Акценте» был такой номер посвящен новой поэзии, и там, например, я первый раз, я уже из этого, из этого, из этого издания узнал, составил это Феликс Филипп Ингольд, этот номер, составил Феликс Филипп Ингольд, и там было первое немецкое так сказать упоминание и первая немецкая публикация группы коллективных акций. Одна акция там была представлена, то есть мы не были первыми, может быть, мы были первыми в смысле, что мы именно это документировали как среду, как такой цель художественной. Юрк, а вот я смотрю, вот еще одна рецензия, 86-й год, Славик Эд Ист Европен Джонал. Значит, здесь подробно рассказывается, что и как вы сделали, вас немножко критикуют за структуру и там еще за что-то. Интересно, да, а что там? Ну вот я сейчас, может быть, с опоздания вам наконец, да, почти на 40 лет передам, что именно вы сделали не так в этом издании. Мы будем совершенно еще тогда неопытными, там много ошибок. Да, но это же отлично, потому что если готовиться такое делать по всем правилам текстологии, то вы бы так быстро это не сделали. Но вот мой вопрос. Здесь, конечно, по абзацу посвящено вот Некрасов, Рубинштейн, Пригов. Вопрос мой такой, тоже, как и многие другие, мой вопрос бестактный. Можно ли сказать, что по-разному были приняты вот эти авторы одного и того же объединения, круга или авторы одного и того же издания? Можно ли сказать, ну, как бы на... Что они по-разному были восприняты? Да, 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 что кто-то более интересен, что о ком-то более пишут или писали именно о круге или об издании? Ой, это интересный вопрос. Ну, мне кажется, конечно, есть, ну, скажем, есть авторы и художники, которые чисто... Нет, не потому, что они лучше или хуже, конечно, нет. Просто по тематике, по доступности другой культуры, другой культуры, другой аудитории может быть более, так сказать, успешной. Конечно, самый известный пример в литературе Владимира Сорокина, тогда еще очень молодой в искусстве, Илья Кабаков. Потому что вот эти... вот эти... вот эти... эти работы может быть более легко пониматься западной публике именно как в своей связанности со своим контекстом. Потому что там у Сорокина это все довольно эксплицитно. Если сейчас мы возьмем пример Рубинштейна, где это все кажется, да, более, ну, не знаю, там больше герметически, который... это не совсем так само собой разумеется для западного читателя, что там... какие там именно контекстуальные моменты играют роль. Например, там есть у него этот... ну, может быть, его самый известный цикл «Мама Мулараму». Вот этот цикл состоит там полностью из каких-то для советского... тогда советского читателя совершенно понятных таких фраз из последней дневной жизни. Первая фраза, это первая фраза там в Шульфибе, как по-русски, в советской... Лихорадка? Нет, фибра, фибра, где дети... Букваль. Букваль. Да-да-да-да. Понимаете, это, конечно, не так легко передается или сам западной западной публике, поэтому может быть одна причина тому, что именно Сорокин и Каваков стали такими известными по сравнению с другими, может быть, связано именно с этим. Может быть. А карточки как-то отличали, выделяли их авторы среди других? Насколько вообще легко... Да, вообще Рубинштейна как переводить? Как переводить Рубинштейна? Да. Да. Это как ни странно, на первый взгляд, на поверхностный взгляд, кажется, вот это же очень просто. Вот такие простые фразы перевести. может быть, это самый-самый трудный. Но у нас не... Например, мы очень много переводили Пригова. Это не так просто. Именно вот его якобы тривиально, так сказать, рифмованное поэзо перевести и найти немецкий эквивалент. Не так просто. Но, честно говоря, более трудно перевести Рубинштейна и Некрасова, которые на первый взгляд кажутся более просто. Там такие минималистские, очень простые тексты. потому что, именно потому что вопрос контекста. Ты не можешь в немецком, просто не можешь дать весь контекст своему переводу, который как эхо звучит в ушах советского человека. просто, например, чтобы дать один пример, мама Малараму, мы решили, это вопрос, это уже такой вопрос переводческой деятельности, очень специфический вопрос. Как перевести буквально мама ответственного путь или взять эквивалент из немецкой, из немецкого буквы, может быть, другие переводчики решили по-другому, мы решили не взять эквивалент из немецкого буквы, потому что это же советский текст, это же перевод советского текста. Вот, например, такие проблемы там возникают. Конечно, когда читаешь вместе с Рубинштейн, мы часто вместе выступали с ним, когда, конечно, Рубинштейн начинает читать свои вещи, начинает мама моля раму, русскоязычная публика смеется. Когда я там читаю немецкий перевод, конечно, вот, например, этот контекст конкретно не сразу переводится, но, мне кажется, мне кажется, в процессе развития самого текста, в процессе, я надеюсь, что все-таки передается вот этот контекстуальный слой. Мы, по крайней мере, старались так сделать. Ну, вот, у меня тут два таких вопроса, да, соответственно, как воспринимались авторы, которых труднее было перевести, удалось ли как-то, какой был их путь к немецкому читателю. И второй вопрос, ну, вот, когда вы переводите концептуалистов, да, и потом Леонозова, у вас, вообще говоря, в Германии уже знают неофициальную культуру в Советском Союзе через ее политическую составляющую, потому что книжки о диссидентах уже были, диссиденты уже эмигрировали и приехали, да, там, Абуковском, там, демонстрации в защиту и так далее. Да, вот, как воспринимаются авторы, декларирующие собственную, как бы, аполитичность? Якобы аполитичность. Якобы, и якобы, про якобы я тоже хотела спросить. Да, да, да. Ну, конечно, вот эти авторы воспринимаются в, так сказать, подходящих, эквивалентных, адекватных, так сказать, немецких аудиторий, то значит, в более элитарной, литературной публике в Германии. Вот, круг читателей, которые читают авангардную литературу. Например, один, кроме наших книжных изданий, были довольно такие влиятельные три большие такие комплекта, которые мы составили для журнала Шрайбхефт. Шрайбхефт является, ну, может быть, даже ведущим журналом для, так сказать, для экспериментальной международной литературы. Вот, конечно, это, скорее всего, такая публика. Вот, уже потом, но это было уже чуть позже, в 90-х, в середине 90-х годов, но это исключение. Конечно, в более широком кругу стал известен Шорокин, который тогда еще начал именно, но он тоже не стал бы известным его самые ранние чисто концептуальные вещи, типа очередь, роман, который состоит только из реплик людей, ждущих в очереди. Вот, вот, такими вещами он не стал бы известным на Западе, он стал известным на Западе своими более такими, такими, так сказать, провокационными и, ну, уже более-менее политически тоже вот насыщенными произведениями. Вот, я сказал бы, конечно, публика, но более, может быть, более узкая, но, не знаю, а кто читает вне Германии произведения поэзии у Томаса Клинга, наверное, тоже, только такие. А когда стали исследовать, когда стали брать как темы, да, бакалаврских, магистрских работ, вот это значит, что это уже как бы становится классикой, да? Конечно, да, в этом сути, я, конечно, в моей, самой моей, так сказать, биографии, как ученого, да, но это тоже, конечно, интересно, что ты начинаешь как молодой, действительно, неопытный студент, издаешь первые свои... Это было что-то самое-самое наступало. В этом вещи, не зная о том, что они потом становятся какие-то каноническими, а уже позже, как профессор, конечно, у тебя пишут работы магистры, а они красные, а пригот. Вот так и есть, да, да. Конечно, вот, но, опять, мы уже говорили об этом вопросе, мне, меня лично очень давно уже интересует вопрос, канонизации, но это такой более, такой общий вопрос, касаясь законов литературной эволюции, да, когда канонизируется и даже само канонизируется определенные литературные или художественные течения, это очень известно, вопрос канонизации. Конечно, вот этот совершенно вначале неканонический, маргинальный, если хотите, слой культуры стал каноническим, это, и, тоже интересно, очень интересно, как совершенно по-разному реагируют на это сами художники. Это, это очень интересный вопрос, там, неожиданно, конечно, для них самих, но, во время перестройки это началось, потом, час пик или самое такое, ну, там, успешное время, касаясь международной репутации, были 90-е, поздние 90-е годы, вдруг они стали очень известными, показывались на всех выставках и так далее, они и канонизировались, и там, это очень известно, как совершенно по-разному реагируют на эти, на этот момент художники авторы, вот, чтобы, чтобы взять как пример опять два Семеновича Рубинштейна, который нам, мне кажется, это очень такой, очень такой последовательный шаг, очень, он понял, что возникла совершенно новая эпоха, совершенно новые условия литературной публичности, и он понял, что теперь уже может быть не время, или, по крайней мере, недостаточно сосредоточиваться именно на этих более-менее герметических авангардных кругах, а именно использовать новые возможности, и он стал публиковать свои уже не концептуальные вещи, а такие нарративные эссе, я сказал бы, в общем, чтобы это обозначить, он стал это опубликовать в тогда возникающих журналах, типа «Итоги», «Еженедельник» и так далее, потом в таких световых интернет-порталах, как «Граниру», они потом, конечно, при Путине все были запрещены, но это было один, это было одна, вот это было его решение этой новой ситуации, как себя, так сказать, вести, и не только вести, а как себя показать, моделировать, чтобы обстрактно, как художник и автор. Другие, Андрей Монастерский совершенно по-разному, он стал совершенно таким почти недоступным, таким внутренним эмигрантом, можно назвать как хочешь, есть разные, просто разные стратегии. Об этой стратегии вы, вот ваша книга, мы перескакиваем сразу от первого издания к последнему, Сюзанны Штретлинг, да? Да. Ваш перевод, да? Да. Вы имеете дело там с вот этим, со сменой стратегии? Абсолютно, абсолютно. Поэтому мы как раз... Скажите, пожалуйста, да, потому что... Поэтому мы перевели эту, на мой взгляд, замечательную книгу. Календарь. Во-первых, это потому что, почему с Сюзанной, а не с Сабиной, потому что в основном, конечно, мой сопереводчик, мы, конечно, работаем вместе с Сабиной. В этом случае у нас был с Сюзанной Штретлинг замечательный семинар в Свободном инститете. Семинар назывался Kitchen Talks. Kitchen Talks. Немножко как раз вспоминая именно вот типичные тогда в Советском Союзе разговоры на кухне. И мы встретились со студентами, с авторами и художниками и музыкантами, вот, например, Далия Пшеничев, которая, как я вижу, участвует, живущими с русскими и украинскими уже художниками, музыкантами, авторами, живущими в Берлине. Мы шли к ним в мастерские в квартире и беседовали с ними. А в рамках этого семинара, ну, просто случайно именно в тот же год появился Рубинштейн в Берлине и мы устроили вечер для него. Но это не совсем был китчен то, конечно. В этом, может быть, вы знаете в берлинской платформе Panda. Да, конечно. Вот. Но это было в рамках нашего семинара сделано и из-за этого возникла идея, давайте вместе со студентом переводим эту книгу. Он читал тогда только что совершенно тогда новой книги «Мой календарь». Ну да, это тоже интересный вопрос работы вместе со студентами и перевод вместе со студентами. У нас был уже такой опыт именно с Сабиной тогда еще в наш Бухомский период, так сказать. У нас был один семинар в Университете «Эссене», а литературном переводе мы тогда уже тоже с группой студентов перебили. Как раз Рубинштейна. Сейчас я как раз вспоминаю. А в «Эссене» вышла ваша книжка «Тут и там». «Тут и там», да. Да. Ну да, это тоже как-то, но это не связано с этим семинаром. Это связано с этим уже упомянутым журнале Шрайпефт и с нашим довольно тесным сотрудничеством издателя этого журнала «Нобед Вера», который до сих пор издает этот замечательный журнал и который был абсолютно в восторге от этого материала. И мы, как я сказал, издали три номера специализованных именно на московскую концептуальную литературу. И именно из-за этого возникла идея организовать этот проект «Тут и там». Это мы сделали вместе как раз с Шрайпефтом, с Норбетом Вером и с Готти-институтом. Значит, спонсировали весь этот, всю эту затею Готти-институтом. И мы... Можно я перебью, речь идет о чем? О поэтическом фестивале двухчастном, да? Тут и там. То есть в декабре 89-го года в Германии, в мае 91-го года в России, да? 90-го года. Написано 91-го, нет? А, да, да, 91-го в России, да, точно. Да. Ну, собственно, это первая возможность привести людей, вот так вот, которых вы писали, там были уже некоторые отдельные путешествия, но это было как раз, вы вспомните, помните, это было как раз время, когда вдруг открылись границы и художники-авторы смогли путешествовать. и одно из, может быть, одно из первых или первая такой, ну, там, где целая группа уже, именно на такой гастрол приехала в Германию, был этот, именно этот проект тут и там. Там было семь московских и ленинградских поэтов, которые приехали сюда, а потом в ответ семь немецкоязычных, то значит, немецких, швейцарских и австрийских поэтов выступили в Москве и в Ленинграде. Вот тут вестник новой литературы, Санкт-Петербург, номер 8, 1994, и тут пишут, следует особенно подчеркнуть энтузиазм и энергию словистов из Бохума, Сабина Херцгина и Георга Витте, чьими усилиями оказались решены многие непростые проблемы проведения обоих туров тут и там. В какой момент были названы имена Сабины Херцгина и Георга Витте? Не переводчики, не Вандерс Херцгина. А, о, ну, я сейчас даже, честно говоря, удивлен, что я уже забыл, я удивлен, что там наши настоящие имена появляются. Я забыл об этом. В принципе, в принципе, это псевдоним в самом начале был чисто прагматический вопрос. Чтобы вам дали визу еще. Просто это не мы, это наши московские друзья нам очень рекомендовали, давайте, если вы это публикуете, не пожаться не под вашими настоящими нами, а подписаться, потому что вы просто не, вам не дают больше виз просто сюда. Это был первый такой саммит такой очень прагматический А потом это уже стало, для меня лично это был очень такой очень интересный такой момент, потому что все-таки не знаю, это, понимаешь, если переводишь под псевдоним и издаешь такой материал как под псевдоним это немножко действительно, ну, я не хочу это сейчас мифанализировать, это было бы смешно, но это немножко все-таки другой персонаж, который там выступает. Абрам Терт. В отличие, может быть, тогда немножечко Абрам Терт. Это 40 лет тому назад, сейчас это уже не так важно, тогда даже немножко для меня лично это я не хочу сказать никаким образом, что я всю эту заниматься всеми этими делами вне своей академической профессии, академический конечно нет, но все-таки там были всегда, но это не совсем то же самое, что делаешь там в семинарах в самом начале по крайней мере. Позже, конечно, я уже говорил об этом, позже, конечно, весь этот материал и все эти вещи стали сами предметами и поводами моей в прямом смысле академической деятельности, включая моей работы как профессора, но это позже было, это позже. А сегодня, да, ну и потом этот псевдоним просто немножко стал таким автономным феноменом, и мы до сих пор просто продолжаем, потому что именно под этим все равно как персонажи, персонажи, переводчики. да. Я опять, это я не хочу из этого сделать большой миф, это было бы смешно. И сегодня уже, конечно, есть и случай, где мы просто, ну, там, например, у нас, кроме того, у нас есть еще проекты, несовместные проекты, например, я, например, перевел более молодых поэтов, как Кирилла Мельведева, Павла Арсеньева, уже не под псевдонимом. Я хочу спросить, есть ли, собственно, вопросы высказывания возражения, да, потому что мы так довольно долго говорим вдвоем, а это уже становится неправильно. Да, пожалуйста, просто давайте о себе знать, поднимайте эти виртуальные руки или пишите в чате или просто узурпируйте пространство, да, подключайтесь, пожалуйста, к разговору. Мне немножко неловко, что у нас выключены всюду, да, камеры, да, и как бы с сообщением хуже, чем могло бы быть, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. там есть чат, я вижу. Да, есть, конечно, да, сейчас, одну секунду, пока в нем только технические вещи, да, и ничего, ничего пока содержательного там нету. да, Анна Шабарова, пожалуйста. Добрый день. А, да, добрый, да, да, добрый день. Добрый день. Добрый день. Спасибо большое, Георгий, спасибо, Оля. У меня такой вопрос, правильно ли я понимаю, что когда вы начинали в начале 80-х, вот сфера практического перевода и академическая работа, исследовательская работа представляла собой два полюса, совершенно две разные такие работы, две разные сферы деятельности, которые, ну, редко пересекались, то есть как бы так получается, что вы писали диссертации, там, Сабина вообще занималась кино, да, совершенно другими вещами, там у вас была деревенская проза, и одновременно вот эта практическая, практическая работа. Насколько это экзотично было для тогдашней западной и немецкой словистики? И как, да, и как дальше развивалось вот это взаимоотношение между миром практического перевода художественного, литературного и миром академии? Ну, я не сказал бы, что это были совершенно два разных две разных сферы. Ну, да, вот был этот семинар в Эссене, в Эссене. Я сказал бы так, конечно, вот, когда мы начали заниматься семейным, мы, это еще было вне нашей тогдашней главной академической, знаете, у Сабины было, у нас были просто две диссертационных проекта к Сабине Аккино, а я о современной прозе. Это, может быть, шло рядом, не совсем в другой сфере, но шло рядом. Но я уже упомянул этот проект в Бохумии, там это как по-русски социокультурные нормы о социокультурном перемене норм в Советском Союзе, может быть, и я помню, когда мы вернулись из Москвы, мы представили там наш материал, и вот уже было первое ядро, так сказать, ознакомление этого материала в академических славистских академентов. И довольно скоро нас пригласили на первые нас еще молодые и действительно не очень опытные слависты пригласили на выступления и показы материала в такие институции, как очень, конечно, важный, влиятельный Бременский архив. Вы знаете, под руководством Вольфгана Айхвейда и так далее. Знаете, вот это, я сказал бы, это постепенно нашло свой путь в институции и академической публичности, славистской публичности. Я так сказал бы. Ну да, вот так я сказал бы. Спасибо. Матяш шварц. Да, большое спасибо. Очень интересно. Привет. мне вопрос. Как это вообще было тогда в Москве в начале 80-х годов? Вы были там единственными студентами, славистами, которые интересовались как бы современной искусствой, культурой, литературой? Или там были другие студенты из других стран, может быть, Америки или Италии, или, может быть, тоже социалистических стран, и были ли контакты с ними? Очень интересный вопрос, касаясь, не в смысле биографически анекдотического характера, а именно более такому, это принципиально очень важный вопрос, касаясь международной восприятия рецепции такого явления. Потому что, нет, мы были единственными немецкими словистами, которые именно записали и так далее, которые систематически занимались документированием этой зрели. Но, конечно, мы были не единственными, там были, конечно, тоже другие люди, не очень много, там был один канадский, из Канадии один словист, тот блюдо, который потом позже как-то там исчез, а был очень, тогда мне еще не известный и со мной незнакомый, такой тоже тогда молодой словист из Америки, из Штатов, Джеральд Джанечек, у которого, конечно, была значительно более продвинутая там аппаратура и так далее. Мы даже завидовали. Да, и даже, честно говоря, в самом начале там были чуть-чуть в начале такие, ну, ну, зависть, я не сказал бы, ну, чуть-чуть, я чувствовал себя чуть-чуть конкурентом, но это очень коротко, мы потом очень тесно дружили с ним, и мы поняли, что мы занимаемся теми же самыми, и мы потом после этого довольно много даже совместно организовали и так далее, но в самом начале я помню, ой, мы не единственные, там, видишь, там как раз Джеральд Джанечер, который, ты знаешь, Матия, оставь его, который очень много сделал именно как раз для минималистской поэзии, может быть, не так много для искусства, именно, он много писал о Некрасове, о Сатуновском и так далее, да, который сделал тоже очень хорошие видео и аудиозаписи, тоже, например, самая, самая, на мой взгляд, интересная, уникальная запись, где Дмитрий Александрович Прыгов выступает в легендарной мастерской Кабакова там на Чернеке и читает под аккомпанементом барабанщика Тарасова свои азбуки, это просто уникальный, уникальный запуск, это, например, он сделал, да, 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 там были еще, там была еще одна девушка из Франции, я, к сожалению, забыла ее имя, ну, конечно, были из других стран тоже слависты, которые занимались это, конечно, конечно, Алло? Да, привет. Да, я хочу просто немножко расширить вот ответ на вопрос господина Шварца. Вот первое, почему вообще в 70-е, 80-е годы возникли, возник наш интерес к русской неофициальной культуре, в общем-то. это было, значит, случайные встречи и случайные знакомства, и это не касалось немецких студентов или ученых, это касалось и австрийских, и английских, конечно, апельсинских и так далее, и таким образом были связаны, значит, уже довольно много людей, которые встречались, обнимали, значит, мнения, материалы, встречались на конференциях. Например, вот в Англии был такой кружок, который называется неоформалисты. Конечно, они занимались более или менее литературно-теоретическими вопросами, хотя и историческими, и в связи с этим, конечно, возникают и материалы новейшего культурного развития. Вот это, и вот, например, в Польше то же самое, и в Чеховной, например, Кланц был первым, который писал о Сидуре в Чехословакии. У него был какой-то журнал, я забыл, значит, какой, но он следил, конечно, как и другие в соц. странах. И поэтому это явление намного шире, и, в принципе, можно, конечно, когда-то, значит, собирать информацию, кто с кем был, значит, знаком, быть даже временем в этом архиве имеется больше, чем мы, значит, ожидаем. Вот так. А, Карл, сейчас, просто следяя тому, что ты сказал, еще один, поскольку ты упомянул Гланца, Томаша Гланца, да, это, конечно, довольно серьезный вопрос, это можно и, конечно, критически, самокритически отнестись, а именно как мало, как ужасно мало мы тогда знали о неофициальном искусстве, как раз именно концептуалистском искусстве в других восточно-европейских странах. Я лично почти ничего, но чуть-чуть знал о Польше, а как раз Томаш Гланц и Сабина Хенск, они же провели в Цюрихе такой проект поэзии и перформанс в Восточной Европе, не только в России, а даже не в первую очередь, а именно в Восточной Европе. Вот это, конечно, интересный вопрос, насколько тоже наш собственный взгляд на московский концептуализм был, я не сказал бы, русскоцентричным, но как мало мы действительно знали о том, что одновременно и очень даже раньше, чем в Москве и в Ленинграде произошло, там в бывшей Югославии, в Белграде, в Загребе, в Польше, в Венгрии, конечно. Вот это очень интересно, конечно. Вот это касаясь как раз рецепции с сегодняшней точки зрения, это очень важный вопрос. Да, хорошо. Конечно, например, я хочу просто назвать одну фамилию, это Александр Флака, значит, Флака, да, проводил, проводил, значит, разные конференции, значит, учеными, молодыми учеными, значит, всей Европы и Америки даже. Ну, был такой план составить энциклопедию, значит, авангарда вообще. Не только русских, но и что происходило, значит, в Бельграде, например, и, конечно, в Венгрии и так далее. И в Венгрии одновременно, значит, весь этот процесс было сопровождено, значит, работами и конференциям насчет теоретического осмышления, значит, не только русской литературы, вообще литературы, вообще искусства и вообще авангарда и так далее, в культурных процессах. Поэтому весь круг, конечно, значит, намного шире, и это надо было бы, значит, связывать. Я даже думаю, что вот, например, что вы занимались, вы стабильно занимались, значит, определенным кругом, были еще другие круги. Конечно. Да, да, да. Поскольку не было человека, который обратил внимание, а в культуре было нет возможности опубликовать, нет публичности. Поэтому, значит, это огромная проблема, чтобы пробить, а если прошло какое-то время, тогда забываешь вообще. И требуется 20-30 лет, чтобы выкопать то, что значит было забыто. Спасибо. Я согласен, были другие общества, другие среды. Нас иногда критиковали тем, как раз, это как раз российские критики, они сами канонизировали концептуализм как единственное интересное для западного, для западной публики явление, и так далее. Я не совсем могу согласиться, потому что у нас никак не было амбиции документировать современную российскую литературу в целом. Мы хотели просто то, что нам самим было близко по эстетическим, так сказать, поэстетическим программатикам, это нам было очень близко, поэтому мы это документировали. Я уже упомянул, будет круг метареалистов и другие поэтические круги, конечно, да, да. может быть очень интересное явление именно с этих времен, что те, которые занимались новейшими течениями, развитиями и культурой вообще, они были людьми, которые выходили из узких ограничений собственной дисциплины. западной вообще ученой культуры значит очень большое явление, которое, значит, конечно, восходит на личный энтузиазм, личные интересы, которые снизу, так сказать, появились. И это, конечно, тоже феномен особенный в западном мире. я, к сожалению, акустически не все понял, там были перерывы, я акустически не все понял, что ты сказал. Совсем не так, что я говорю. я старик, не важно. Извините, Карл, но наши переводчики точно все перевели на английский, поэтому мы потом все расшифруем и по-русски дадим. все прерывается постоянно. Касаясь разных кругов, я хотел еще добавить, например, у меня было очень интересно, не говоря о других жанрах, о других сферах искусства, например, был же мощнейший музыкальный круг, где были тоже такие точки соприкосновения, были такие члены этого авангардного музыкального круга, которые вдруг появились там у Монастырского, и мы познакомились тоже с ними, совершенно другой, абсолютно другой круг, но были все-таки точки соприкосновения, там был такой саксофонист Сергей Летов, который является немножко мостом между этими кругами, например, вот Наталья Пшеничникова, музыкант, член этой музыкальной среды, которые организовали такие новые фестивали, альтернативы нагнали. Совершенно, ну, немножко можно сравнить с тем, что происходило в литературных и художественных сферах вокруг концептуалистов. А мы познакомились с ней позже, мы познакомились с ней в Бохуме уже, в Германии, и много раз очень удивлялись, почему мы не познакомились в Москве, потому что у нас были те же самые друзья, мы, очевидно, даже были на тех же самых два или три раза на тех же самых событиях и ивентах. Вот, значит, были, были, конечно, такие. Но я сказал, это было время, когда все эти художественные, я сказал бы, сообщества или милье среды, когда они были очень открыты, когда они сами были очень заинтересованы в контактах и внутри самой Москвы, и, конечно, с иностранными гостями. Это очень, мне кажется, это очень важно. Это была эпоха до канонизации этого явления. Спасибо большое. Пожалуйста, Зал Андрей Кашвилин. Большое спасибо, Ольга и Кеорг за очень интересный разговор. У меня вопрос к Кеоргу, я хочу связать две вещи, о которых вы говорили. Вот вы говорили, что вы поставили узких концептуалистов в контекст восточноевропейского второго авангарда с одной стороны, а с другой стороны вы говорили о литературной эволюции. И вот мне очень интересно ваше мнение. У них самих была информация о восточноевропейских коллегах или их литературная эволюция, она как бы чисто в российской литературной линии? Очень интересный вопрос. Я боюсь, что я должен ответить, что если были такие информации были, точно были, потому что восточноевропейские художники были удивительно хорошо информированы о том, что произошло за рубежом и в восточной Европе и на Западе, потому что были международные выставки, были каталоги, они попали в Москву. Я как раз очень удивился, как много они знают, но по крайней мере с разговором с нами они были там о других восточноевропейских странах не шла речи никогда. Но это другой вопрос, это был еще тогда Советский Союз, там была очень тесная связь с Одессой, там была целая компания одесских художников, которые постоянно были в Москве и были близкими друзьями концептуалистов. Но касаясь других стран, тогда других стран об этом они не говорили. Потому что, наверное, они были сами слишком, что значит слишком, это даже понятно по историческим обстановкам, они были более зафиксированы, заинтересованы тем, что происходит на Западе. И они, конечно, тоже были заинтересованы в том, что их работы были выставлены в Западе и так далее. Я сказал бы так, чтобы дать один пример, для меня лично это было страшно даже. Мы были с коллегами, мои коллеги Сюзанной Штретли позже, это было уже в начале, может быть, в 2001-2002 году, я точно не помню. Мы были в Будапеште на конференции и посетили, там тоже есть музей Людвиг, большой музей. Мы туда шли, чтобы посмотреть выставку Ласло Могеноч, не зная о том, что в то же самое время в том же музее происходит другая большая выставка бывшего югославского художника Владлен Стелинович. Я никогда, я даже не слышал это имя до этого. Я на это выставку, это выставка очень сам лично очень такой дидактическим таким моментом, педагогическим моментом, потому что я понял, боже мой, я был как-то слеп, потому что я видел, что там богатейший художный космос, который тоже начал развиться в 70-е годы, там, 73-е, как и у Монастерского, как и у Никиты Алексеева, который очень похож, действительно, вот, например, это один пример, для меня лично очень такой показательный, где я понял, да, это не только была Москва, и не только Россия, да, мы еще не говорили о Ленинграде, но это другой вопрос, да, да, я не знаю, этот ответ вас удовлетворяет, да, да, нет, большое спасибо, как раз то, что я хотел узнать, но, да, но вы больше говорили о художниках, что, в принципе, не удивляет, а вот, что касается там, Бригова и Рубинштейна, то, есть ли там какие-то параллели, поэзии? Я не понял вопрос. Ну, что касается художников, это более-менее понятно, а вот, что касается поэтов, есть ли там параллели? Во-первых, интереснейшие были параллели с ГТР-овской поэзией, с такими художниками, как, ну, это было до скандала, конечно, как Саша Андерзон и так далее, вот, между прочим, тоже интересно, когда мы вернулись из нашего первого присутствия, после первого года, когда мы вернулись в Берлин, через, в Бухум, через Берлин, через друзья, мы познакомились как раз с тогдашней восточно-берлинской средой, потому что они слышали о нас, они знали о том, что какие-то молодые слависты там были там у московских консультаций, у них страшно интересный материал, и мы тогда как раз приехали в восточный Берлин, чтобы познакомиться с этим кругом, Герд Папенфус Горик, Саша Андерзон, еще тогда, так сказать, невин, Саша Андерзон и так далее, и они были страшно просто, Инго Шульц теперь уже очень, они были страшно заинтересованы этим материалом, и, конечно, ну, и мы чувствовали, что там есть довольно такой общий тип мышления, вот это первое, что в польской я помню, что я уже студентом еще в Бухуме, мы были тогда в Польше, там была летняя школа в Ротславе, мы познакомились, но я должен сказать, это было до того, что я познакомился с концептуализмом, я еще тогда не знал, что такое концептуализм, это был 80-й год, мы познакомились там тоже с молодыми поэтами, сейчас ретроспективно, я понимаю, там были довольно, да, там были, там были точки соприкосновения, там были, там были довольно, но они были гайстесверванды, да. Спасибо. Пожалуйста. Матяй Шварц. А, ты можешь рассказывать это подробнее, потому что это очень любопытно, какими образами в ПДРе они узнали, что вы, как молодые слависты, познакомились, это через западную Германию, или это из Москвы были контакты, или ты не помнишь, это как-либо любопытно просто. Это было, там нельзя все рассказать по личным причинам, но нет, это, конкретно это все произошло через друзей, у нас были друзья, близкие друзья в Берлине, которые как раз были, дружили с ними, и они им рассказали о нас, и они их, и они тогда их попросили, чтобы установить контакт и так далее. Вот так это, но, наверное, как всегда, это через личные контакты произошло. Потом еще, а это было уже позже, это уже было, но, позже, значит, но это тоже интересно, конечно, различные разные фазы, разные периоды рецепции этой литературы. Я помню, когда мы с Наташей, наши первые Берлинские годы, мы устраивали у нас дома, только, по-моему, три раза, не знаю, ну, типа, типа салона, мы устраивали какие-то вечера для поэтов, а там, в это время Лев Рубинштейн был в Берлине как стипендиат ДИАДИ. В 1994 году он был. В 1994 году, спасибо. А мы организовали вечер с ним у нас дома, у нас дома, где Наташа выступила с ним вместе, я читал переводы тогда, и вдруг появились, но тогда, наверное, довольно точно знал, кто придет, и ожидал конкретных гостей, которые появились, и вдруг появились два совершенно мне неизвестных молодых, немножко диких человека, которые представились, знаете, мы как-то слушали Лубинштейн, меня зовут Инго Шульца, и меня зовут Дурса Грюнбайн, они были тогда совершенно неизвестны еще, они как-то слушали об этом, они шли и с тех пор, особенно у Инго Шульца, именно с этого вечера началась очень довольна, ну, честная дружба как раз с Львом Симоновичем и с Сорокиным, вот, вот, тоже, как иногда просто, ну, это как частные личные знакомства, один определенный конкретный ивент, ну, просто возрождает какие-то такие следствия, да. Спасибо. Есть ли еще какие-нибудь вопросы? Я вот наткнулась, пока зреют вопросы, значит, я все возвращаюсь как зал, да, спасибо, как зануда возвращаюсь к самому началу, да, 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 85-й год, ТАЦ, рецензия на ваш, значит, дворец культуры, ТАЦ, в ТАЦе, да, 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 значит, и, а я, а я его, а я, а я, sorry, за такой, сейчас, анагитический такой, а после, после того, как я сдал магистрский экзамен, еще не зная, что будет там, не знаю, еще не совсем уверен в том, в жюли я диссертацию или нет, я занимался такими маленькими радиорецензиями, и моя первая рецензия была как раз книги Карла Шлёгла «Москаулизм». Ну и, да, значит, и он вас заметил, да, благословил, да, и вот, в частности, тут он пишет, что то, что можно слышать на этой кассете, это совершенно новое звучание, но это он, да, далеко, одинаково далеко и от педагогической, героической серьезности официоза, и от патетического идеализма старого поколения нон-конформистов. можно спросить про старое поколение нон-конформистов и их идеализм, да, какую тут серьезность, патетический идеализм, вот, о чем идет речь, вот это был мой как раз вопрос, с кем сравнивали тех, кого вы… Во-первых, это конкретно, это, конечно, надо сейчас спросить у Карла, кого он имел в виду, но я лично ответил бы таким образом, то есть, вот это как раз связано с, я упомянул диссертацию, моя диссертация была о современной, тогда, современной прозе, там у меня были два главных, так сказать, антипоров, это Соженицын и Сорокин, но были еще другие, Сынявский терц, Сукшин и так далее, а я тогда как раз различал, по-моему, я это, да, я вот, название этой книги было «Апел, шпил, ритуал», а Саша Соколов еще был, «Школа для диссерт-ракоков», а я считаю, я это тогда понял, как разные принципиальные такие жесты, авторские жесты, а как раз у Соженицын, и, конечно, они только у него, я это суммировал под термин «апел», апелляция, моральная апелляция, я без всякой оценки, я не говорил, что это лучше или хуже, это просто другой подход, другой жест, я от этого как раз различал, и, конечно, был такой очень важный тон интонаций во многих диссидентских произведениях этого времени, более такого морального, иногда даже морализующего характера. От этого я различаю, например, более такую игровую позицию Соколова и такую псевдо-ритуальную литературу Сорогина, которая как раз якобы подчиняется коллективным ритуалам, на самом деле, конечно, играет с ними. вот, может быть, я не знаю, что Кал имел в виду под патетическим идеализмом, но может, наверное, мне кажется, что он, наверное, тоже имел в виду такой более морально апеллирующего пафоса определенной части диссидентской литературы, мне так кажется. Спасибо. Спасибо большое. И был вопрос у Зала, да? Да. Большое спасибо. Мой вопрос, по-моему, очень хорошо продолжает или может, по крайней мере, продолжить ваш, Ольга, потому что я очень много думал о позиции, которую заняли концептуалисты в отношении нынешнего режима. И мне эта позиция оказалась среди всего узкого, в том числе и диссидентского дискурса самой адекватной, если можно так сказать, самой старовой и самой как бы непатетичной и так далее. Да, я имею в виду Сорокина, я имею в виду Вадима Захарова, я имею в виду опять же два Рубинштейна, Пригова уже не было в живых. И вот, ну, я пытался это как-то объяснить и вот мне хотелось бы сейчас передать этот вопрос вам. Вот можно ли искать секрет их как бы здоровой позиции, да, или их адекватности в том иммунитете, который они выработали еще в советское время, и как раз вот в их различии от вот этого патетического идеализма, возможно, Солченицынского и вот других, не знаю, национальных, патриотических, имперских и так далее позиций? Мне кажется, вот сейчас мы вернемся к этому вопросу, который очень коротко прозвучает в начале разговора, вопрос о политичности или якобы о политичности концептуалистской литературы, потому что я, конечно, это, конечно, очень политическая литература, но это только немножко расширенное понятие того, что есть политика, потому что это же литература, которая субвертирует, разрывает сами языковые основы этой культуры, которая якобы, не знаю, которая дает чувство свободы, освободения от страха. Очень важно было для меня, те, которые знали его, Илья Кабаков, он же был мастер таких очень ярких примеров и маленьких рассказов. Он рассказал, вот вы знаете, я сравниваю свое творчество с тем, что освобождение от страха, мы все живем в режиме страха, это ужасный такой повседневный страх, это не только страх против репрессий в самом страшном смысле, такой общий всепронижающий прорекающий страх. А как только, он сказал, это как по-русски этот крак, вот этот чудовищ живущий спрут, это как спрут, который мы очень-очень боимся, и как только ты ловишь этот спрут, он лежит на палубе твоей корабли, ты можешь над ним смеяться. вот этот вопрос освобождения от этого страха через смех, мне кажется, смех, конечно, и комические моменты были очень важны для всего международного концептуализма, не только в России, мне кажется, это очень политический фактор, очень важный политический фактор, такой освобождающий фактор, вот это одно, и это касается советского времени, касается, вы спросили о путинском времени, правда, но в принципе, в принципе, конечно, тот же самый момент, опять-таки, раз, субвертирование самих этих языковых, символических структур этого господствующего дискурса, мне кажется, вот это их подход, а, конечно, в то время уже, вот, это немножко изменилось, потому что в то время, конечно, уже было возможно и более эксплицитно политически говорить, как это делал Лев Семенович Рубинштейн в своих уже эссеях, в своих журналистских публикациях, и как Сорокин сделал в этих романах, в этих дистопических романах, Сахарный Кремль, День Пречника. Да, 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 вот, это были уже более такие эксплицитные политические выражения, но, в принципе, я сказал бы, этот подход мы в своем предисловии к этому изданию, которое Ольга показала, это называлось семиотика изнутри, значит, семиотика изнутри, или, чтобы употребить термин из этнологии, писать и рисовать, заниматься искусством с позиции включенного наблюдателя, значит, я сам част этой культуры, я не гений, который стоит выше, а в то же самое время изнутри я наблюдаю, и не только наблюдаю, а освобождаюсь от этого ужаса путем, не в последнюю очередь путем смеха. Вот это был вопрос, ответ на ваш вопрос. Большое спасибо. Ну, собственно, это тоже и ответ на вопрос про это якобы аполитичное высказывание, да, потому что мы начали сегодня разговор, то сразу Георг меня поправил, якобы... Да, якобы. А, можно еще добавить, чтобы опять... Мы договорились, чтобы побольше поговорить о Рубенштейне, да. например, вот мы очень коротко только помню, вот это последнее, но это не последнее, но после этого еще вышли другие, но это мой календарь, да, поздно, 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 поздно произведение у Рубенштейна. Это же очень, но это якобы, это календарь, а на каждой странице, в каждом, для каждого дня, года, Рубенштейн вспоминает какие-то там смешные, не смешные, какие-то там воспоминания, какие-то там события собственного детства, в 50-е годы. якобы совершенно такая лично автобиографическая, не политическая вещь, а на самом деле это очень политическая вещь, потому что он же этим путем разрывает, супертирует такой официальный режим времени, потому что официальный режим времени, где вот в этих заметках, что в этот день произошло, какой-то, ну, это всегда какие-то события из, как сказать, большой, из большой истории, а он буквально, в этом смысле даже буквально супертирует под этим, под этим режимом времени, протекает, протекает в виде фрагментов такое собственное время, личное время, мне кажется, это очень, это опять-таки тот же самый принцип, через конфронтацию с официозным миром, в этом смысле с официозным режимом времени, именно путем конфронтации, самоконфронтации с этим освободить, буквально освободить собственный нарратив, собственно личный, это мой нарратив, это нарратив моей жизни, а я должен этот нарратив освободить от официального режима времени, это очень политическая, якобы, якобы совершенно не политическая вещь, мне кажется, это очень политическая вещь. Спасибо, мы, на самом деле, немножко выходим уже за рамки нашего времени, и я хочу сказать большое спасибо переводчикам, которые дальше не могут переводить, но если есть вопросы или желание возразить или согласиться, то, пожалуйста, да, скажите об этом. Да, да. я хочу добавить маленький анекдот насчет внутреннего наблюдателя, я не имею вот такого наблюдателя внутри текста, который скрывается, но который явно чувствуется, насчет этого сборника путь в паласт, вот что следующее, когда я и с моей женой попали к Талочкину, коллекционер и документарист официального и неофициального искусства. Первый вопрос, мы еще не вошли, какие люди стоят за этим домом, за изданием. Мы, конечно, знали, но скрывали, конечно, но интересно, каким образом он так быстро смог получить этот сборник и вот так кто был кто. Это вопрос, который Ольга тоже задает, вопрос внутреннего, внутри советского распространения этого материала. Вот это опять-таки это как во всех других как у всех других материалов неофициального характера, они просто распространялись путем этих самых датских знакомств. в случае Талочкин это очень некогда очень Талочкин же был как раз таким он же был коллекционером, он просто был знаком со всеми неофициальными художниками и, конечно, он очень быстро наверное получил этот сборник, конечно, через кого от кого я не знаю, но да, он же был сам член этой андерграндной среды в более широком смысле, не в узкоконцептуалистском смысле, да, но Талочкин Карл как ты помнишь это почему он спросил тебя кто за этим это другой вопрос, но об этом мы здесь не будем говорить. Все самое интересное остается за кадром. Чувствую, что я приобщилась к какой-то большой истории литературы и чего-то, но все самое интересное осталось где-то еще. есть ли, да, спасибо большое. Можно, там были подозрения, что он может быть тоже как-то стучал, но это были подозрения, никто не знал точно, можно сказать. Спасибо за этот разговор, который получился очень каким-то, мне всегда очень нравится, когда получается разговор, а не моя беседа с человеком, который пришел говорить вообще-то не только со мной. Да, большое спасибо за это. Есть ли еще какие-нибудь вопросы, прежде чем мы отпустим всех, кто уже хочет идти? Есть ли какие-нибудь самые-самые еще важные вопросы? Самые важные. Да. Тогда действительно большое спасибо, потому что, мне кажется, мы сегодня попытались смочь многое и продолжить предыдущие разговоры и поговорить о ваших работах и о Рубинштейне. Спасибо большое, Георг. Спасибо, Ольга. Спасибо большое всем пришедшим, говорившим, спрашивавшим. Спасибо. Да, 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 да. В декабре, в декабре, пятница, то ли 12, то ли 13 декабря Бенджамин Нэттенс выходит бестселлер буквально на днях или уже вышел бестселлер книга о диссидентском движении. Новая, сегодня дописанная, 10 лет готовившаяся. Пожалуйста, зарезервируйте вторую пятницу декабря для этого важного разговора. Я еще напишу. Спасибо. Спасибо.